Спасибо большое, господин президент. Я благодарю вас за эту возможность задать вопрос. Я хотел бы благодарить ТАСС за организацию этой встречи. Господин президент, как вам известно, мы наблюдали значительную эскалацию насилия в отношении гражданского населения Палестины в прошлом месяце. И мы все также знаем, что Россия занимает уникальное положение в контексте Ближнего Востока. С учета значительного исламского населения в России и тесных связей с Израилем, я хотел бы спросить вас, каким образом Россия могла бы способствовать мирному, скорейшему разрешению израильско-палестинского конфликта. Спасибо. Россия действительно вовлечена в эти процессы давно, на протяжении многих десятилетий. У нас очень добрые отношения с Израилем. Там проживает большое количество выходцев из бывшего Советского Союза. Конечно, это существенный фактор в израильско-российских отношениях, но у нас традиционные дружеские отношения с арабским миром и в особенности с палестинским народом. Вот что в этой связи хотел бы сказать, на что хотел бы обратить внимание. Мы приветствуем нормализацию отношений в регионе между различными государствами, в том числе между арабскими странами и Израилем. Когда восстанавливаются межгосударственные связи, это всегда идёт на пользу народам этих стран. Вместе с тем, и мы сейчас это со всей очевидностью наблюдаем, без решения израильско-палестинского конфликта достичь стабильного мира, стабильной ситуации в регионе вряд ли представляется возможным. Здесь нужно восстанавливать многосторонние форматы сотрудничества, многосторонние форматы обсуждения имеющихся проблем. Есть вопросы, которые требуют особого внимания со стороны международного сообщества. И, конечно, один из существенных элементов – это преодоление межпалестинских противоречий. Я думаю, что весь этот комплекс, я сейчас не говорю про поселенческую политику в Израиле и так далее, но там много накопившихся вопросов. Весь этот комплекс вопросов требует, конечно, очень тщательного изучения, и нельзя, чтобы вопросы палестинского урегулирования задвигались на какую-то периферию международной политики, имея в виду и остроту этой проблемы, и важность этой проблемы не только для арабского мира, но, я думаю, что для всего мира в целом. Мы очень рассчитываем на то, что вопросы принципиального характера, а именно создания двух государств, имею в виду в том числе и палестинского государства, будут решены на основе взаимных интересов на народах, проживающих в этом регионе. И с учётом взгляда в перспективу очень важно посмотреть в будущее, очень важно не руководствоваться сиюминутными политическими конъюнктурными соображениями, а смотреть на то, чтобы создать условия для стабильного урегулирования на длительную историческую перспективу. Но, повторяю, вот так просто в нашем с вами коротком разговоре, тем более дистанционного характера, предложить рецепты решения этой застарелой проблемы вряд ли представляется возможным. Россия готова со всеми вместе участниками этого процесса активно работать и внести свой посильный вклад в урегулирование Палестино-Израильского конфликта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова